В минувшее воскресенье во Дворце молодежи совсем молодые актеры театральной мастерской Ли-Ти показали спектакль «Городские забавы» 200 лет спустя. Любовь и предательство, счастье и время – эти темы всегда волновали и волнуют современного зрителя, вне зависимости от его возраста или социального статуса. То, что ожидала Наташа, было так прекрасно, что она не ожидала, что это будет. Мы предложили дурать. Уникальность студии Ли-Ти состоит в том, что каждый ее актер не ставится в жесткие схемы и ограничения, существуя как бы от себя. И нынешний спектакль можно назвать зарисовкой, состоящей из проникновенных номеров начинающих актеров, искренне желающих сказать что-то важное. Последней нежностью выстилит твой уходящий шаг. Любовь и предательство, счастье и время. Мерилом вопросов и одновременно ответов для молодых литийцев служит классика – произведение Толстого, Цветаевой, Маяковского. Этот синтез мудрости, молодости и дерзости рождает удивительные сценические открытия и находки. Понравилось. Действительно, в нашем мире порой не хватает эмоций каких-то, впечатлений. А здесь я задумался о той проблеме, которая поднялась, о счастье. И очень приятно, что у нас в Подольске появилась такая студия. Я сегодня увидела здесь очень много молодежи. И это тоже очень радует. И молодежь настроена на поэзию, на серьезную поэзию. Плохо ли, хорошо ли, что актеры такие молодые? И насколько возможно и, главное, перспективно приближать их современные ритмы жизни к классическим прочтениям? Этот вопрос я задала руководителю театральной студии «Лети» Александру Баринову. Мы можем пробовать делать разные вещи, как классические, как современные, не боясь ничего. Никогда не стоит доверять обычной логике. Ведь она может не воспринимать других законов и нюансов мира. А ощущению сердца доверять все же следует. Так и зрители, попавшие в минувшее воскресенье во дворец молодежи, узнали или поняли, солнце всегда где-то рядом. Хотя с прошлого вечера, возможно, и обещали туман. Ирина Баринова, Максим Мычков, телекомпания «Кварц». Продолжение следует...